Доброе утро, коллеги! Я приветствую всех, кто встречает утро нового дня вместе с нами. Конечно, секрет любого хорошего подарка в том, что он должен быть сделан с душой, с сердцем, хотя порой собственный вкус немного подводит. Поэтому сегодня о том, как составить красивый праздничный букет, мы поговорим с флористом Светланой Гришановой. Светлана, доброе утро! Доброе утро! Ну, расскажите, с какими цветами будем работать? Сегодня мы с вами поработаем с тюльпанчиками, это символы весны, и с ароматными фрезиями. Почему именно такие цветы? Тюльпаны вообще это предвестники весны, и так как у нас на пороге 8 марта, конечно же, все люди, которые выбирают букетики, в основном берут тюльпанчики. Поэтому мы с вами и возьмем этот ходовой, так сказать, цветочек. Хочется уже чего-то свежего такого? Да, конечно же. А вот в какой цветовой гамме будем работать? Сегодня мы с вами сделаем яркий букет фиолетово-желтый, чтобы он радовал глаз получателя. Вот расскажите, какие цветы вообще пользуются популярностью в это время года, вот весной, и вот мужчины с какими предпочтениями чаще всего приходят к фолористу? Чаще всего мужчины берут стандартно розы, они всегда пользуются спросом. Тюльпанчики, конечно же, и рисы, хризантемы, альстромерии. Нет такого, чтобы кто-то определенно ходил за каким-то цветком. У всех разные вкусы, поэтому цветочки разные подбираем весной. Что все-таки лучше, какой-то большой такой богатый букет или вот маленький, аккуратный такой вот с изюминкой? Многие хотят, чтобы цветов было много. Всегда ли это правильно? Знаете, это все зависит от вкуса человека. В принципе, и маленькому букету можно быть радым, конечно же, всегда. А вот есть ли какие-то цветы, которые лучше всего сочетаются идеально, а которые, например, не сочетаются совершенно? Знаете, флористика сейчас движется вперед, и нет такого сочетания, которое было бы каким-то критически запредельным. Сейчас можно выбрать любое сочетание цветов, и оно будет всегда красивым. Поэтому нет запретов в флористике, которая всегда-всегда движется вперед. Ну вот приведите пример, например, может какие-то цветы раньше считались несочетаемыми, а теперь вот они успешно вместе соседствуют в букете. Ну, допустим, вот раньше говорили, что каллы нельзя добавлять в букеты, потому что они придают угрюмости. А сейчас калы выводят таких сортов различных, что можно спокойно их добавлять в любые букетики, монобукеты из кал. Поэтому любой цветочек можно взять. Ну, конечно же, хочется, чтобы подаренные цветы как можно дольше радовали глаз. Вот что сделать для того, чтобы букет прожил подольше? Для того, чтобы букет прожил подольше, нужно единственное подрезать ножки каждый день цветочку и менять водичку. Поэтому основное – это, конечно же, следить за цветком. Спасибо большое. Я напоминаю, что сегодня мы беседовали с флористом Светланой Гришановой и беседовали о том, как правильно составить красивый праздничный букет. Я поздравляю всех крымчанок с наступающими праздниками, ну а мужчинам советую выбирать подарок с душой и с сердцем. Коллеги, я передаю вам слово. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...